Здравствуйте! В эфире программа «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Смотрите в этом выпуске. Как по области ведется подготовка к зиме? Почему некоторые граждане могут не оплачивать счета за отопление? Где строительный мусор стал падать с крыши? Об этом и другом сегодняшний выпуск. Не переключайте канал, будет интересно. В среднем на 50-60% Амурская область готова к прохождению следующего отопительного сезона. Большая часть котельных отремонтирована, а нормативный запас топлива, необходимый для вхождения в зиму, закуплен или заказан в полном объеме. Например, в поселке Береговой Зейского района идет замена 400 километров теплотрассы и водовода. На теплоснабжающем объекте поменяли два котла. В свободном ведется ремонт оборудования на котельной РК-2. Она обеспечивает бесперебойное отопление Михайло-Чесноковского микрорайона, одного из крупнейших в муниципалитете. Здесь обновили сетевые насосы и дробилки. Сейчас ремонтируют котлы. В Благовещенске вместо 500 запланированных метров теплосетей заменили 617. Во всех 28 котельных провели плановые ремонтные работы. Что касается Магдагачинского района, где недавно обвалилась стена котельной, то здесь до холодов планируют успеть провести восстановительные работы стен здания. В Белогорске ситуация также находится под контролем. Котельные наполовину отреставрированы. Продолжаются плановые работы по ремонту теплосетей. В Благовещенске масштабное отключение горячей воды. Без нее остался весь центр города. Отключить тепленькую коммунальщикам пришлось для того, чтобы подготовить трубы к зиме. На время работы они продлятся еще две недели. Горячего водоснабжения не будет в квадратах улиц Богдана Хмельницкого, Октябрьское Лозо, Ленина, а также Краснофлотское театральное Горького Лозо. Это самое сердце областной столицы. Кроме того, греть воду придется жителям района между набережной Зеей до Лозо между Фрунзой и Горького. Вернут услугу вечером 21 августа. А пока благовещенцам, кто попал под отключение, придется пользоваться кастрюльками до чайниками. Отпускники могут сэкономить на коммунальных услугах. Если человек отсутствовал дома более пяти полных календарных дней подряд, то он вправе сделать перерасчет за горячую воду. Нововведение коснется только тех абонентов, в чьих квартирах не установлены индивидуальные приборы учета, сообщает пресс-служба о мужской генерации. Перерасчет за временное отсутствие могут сделать жильцы, которые уезжали в отпуск, командировку или находились на лечении в больнице. Документом, подтверждающим отсутствие абонента, может быть справка о командировке с места работы, справка из больницы, дома отдыха, санатория, садового товарищества, поселкового совета. Проездные билеты или их копии, счета за проживание в гостинице, общежитии, справка органов внутренних дел о временной регистрации по месту пребывания и иные документы, подтверждающие отсутствие потребителя. Обращаться за перерасчетом следует в течение 30 дней со дня возвращения домой. Отметим, за общедомовые нужды перерасчет не осуществляется. Пожарная часть, несколько производственных объектов, а также автозаправка в поселке Талакан больше двух недель были без электричества. Также из-за обесточенной линии электропередачи частное подсобное хозяйство, которое несколько лет назад подключилось к этой ЛЭП, осталось без воды. Электроэнергия пропала 18 июля. Местные жители рассказали, раньше ЛЭП принадлежала компании «Бурея Гастрой». Предприятие свои работы закончило и прекратило обслуживание линии. При этом тем, кто уже успел подключиться к ней, объяснили. Теперь ее обслуживанием будет заниматься администрация поселка. В свою очередь, власти Талакана дали разъяснение. Данная линия электропередачи не находится в их ведении и продолжает принадлежать компании «Бурея Гастрой». Передать ее поселку у предприятия не получилось бы. Во-первых, обслуживание линии выходит за рамки полномочий администрации. Во-вторых, по словам представителей местных властей, ЛЭП не оформлена должным образом и вообще является аварийной. Специалисты также пояснили, злополучная линия обслуживает только юридических лиц. Жилые дома к ней не подключены. Кстати, 4 августа компания «Бурея Гастрой» все неполадки устранила и ЛЭП снова заработала. Тем временем в администрации Талакана выразили обеспокоенность тем, будет ли в дальнейшем предприятие устранять аварии на этой линии. Бригада рабочих забралась на крышу двухэтажки и сбрасывает оттуда стройматериалы. Стройматериалы пожаловались в редакцию телекомпании «Благовещенцы». Такая ситуация сложилась на Красноармейской 61 спустя месяц после капитального ремонта кровли. Подробности в сюжете. Рейки поменьше, балки побольше летят с этой крыши не в первый раз. Но если по весне это были части старой кровли, то теперь совсем новенькие стройматериалы. Крепкие доски и рулоны то ли могли бы сослужить хорошую службу, но пока лишь пугают собственников жилья. Это все летело, это все рикошетило куда. Я с ужасом стояла у окна и думала, прилетит мне в окошко что-то, разобьет мне что-то. Вот хочу узнать, противоправно это или это нормально. Вот так со второго этажа вот это вот все сбрасывается. Этот вопрос беспокоит не всех. Предупрежденная о визите съемочной группы старшая дома внезапно ушла по делам. Завидевшие нас рабочие поспешили покинуть двор. Ну вы же стояли здесь, страховали. Я просто остаюсь, чтобы люди не ходили все. Женщина хотела, очень хотела интервью вам дать. Жаловаться на ремонтников собственники привыкли управляйки. В компании, однако, заверили, их бригады на доме нет. Кому же еще забирать от капитальной крыши неиспользованные доски, как не строителям, что трудились здесь месяц назад. Но в фонде капремонта заверили. Переделка завершена, есть и акт приемки работы 29 июня. Кому понадобились стройматериалы, здесь понятия не имеют. Передали всю исполнительную документацию, проектную документацию собственнику, уполномоченному собственнику этого дома. И также передали ключи от люков, которые ведут на крышу. Вот поэтому, кто там работал и какие проводил действия, я пояснить не могу. Зато Евгений Дружинин объяснил, что если при ремонте и нарушается техника безопасности, фонд ответственности не несет. С этим категорически не согласны юристы. При проведении капремонта организация выступает заказчиком работ. Выполнение их с учетом мер безопасности должно быть прописано в договоре с подрядчиком. Отвечать в случае чего должны обе организации. По нормам проведения строительных работ материалы с крыш спускают безопасно, даже в отсутствии крана. Категорически запрещено сбрасывать какой-либо мусор с крыши, когда производится ремонт. Можно взять строительные поддоны и в принципе использовать ручную силу для того, чтобы их спустить, к примеру, по лестнице, либо огородив двор, спустить их какими-то приспособлениями с крыши. Но ни в коем случае не выбрасывать это отдельными элементами. Узнавать, из какой организации пришли ремонтники, Татьяна Гончарова советует еще до начала любой переделки. Жаловаться на непотребное введение работ в фонд капремонта и саму организацию подрядчика. Ну а если о последней ничего не известно, можно пойти в прокуратуру, Роспотребнадзор и Архтехнадзор. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин, программа «Управдом». Каждый месяц большинству из нас приходится платить за коммуналку. К примеру, некоторые благовещенцы получают до пяти квитанций на разные виды услуг. Чтобы разобраться в них и во всех цифрах, что указаны в квитках, приходится тратить массу времени и нервов. Порой приходится делать сверки, стоять в очередях и изучать коммунальные новшества. Как правило, из нескольких членов семьи решение такого рода вопросов возлагается на одного человека. Кто из родственников обычно занимается оплатой коммуналки, мы решили узнать на улицах Благовещенска. Блиц-опрос в «Управдоме». За первое полугодие тарифы на ЖКХ в России увеличились на 8,8%. Руководители амурских коммунальных предприятий банкротов собираются заставить расплачиваться с кредиторами своими личными средствами. Об этих и других новостях из сферы ЖКХ в нашем традиционном дайджесте. Рубрику представит Евгения Соловьева. В последнее время все чаще жилищно-коммунальные предприятия копят долги, а затем намеренно признают себя банкротами. По состоянию на 1 августа общая сумма долга организации ЖКХ в Амурской области составила 555 миллионов рублей, что на 67% выше показателя прошлого года. Поэтому в Амур-энергосбыте считают, что такие действия не должны оставаться безнаказанными и предлагают привлекать руководителей таких коммунальных организаций к личной финансовой ответственности, а также предусмотреть наказание для них, вплоть до лишения свободы. Тарифы на ЖКХ неумолимо растут. За январь-июль 2015 года по стране они поднялись на 8,8%. Интересно, что за аналогичный период прошлого года тарифы увеличились только на 4,4%, а в целом за весь год они повысились на 9,4%. Традиционно до 2012 года основной рост расценок на услуги ЖКХ приходился на первый месяц года. Однако в 2012 году региону было рекомендовано повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Соответственно, скачок цен теперь приходится на середину года. Амурские коммунальные системы готовы полностью погасить задолженность перед поставщиком тепла компании ДГК. За два месяца сумма долга сократилась с 720 миллионов до 22. Сумму удалось выплатить благодаря усилиям работников РКЦ, которые всерьез занялись судебной работой с должниками. С 1 января им было подано 2425 заявлений в суд на сумму около 45 миллионов рублей. В ближайшие дни планируется подать еще 497 исковых заявлений на общую сумму задолженности более 9,5 миллионов. В целом же долг, накопившийся у управляющих компаний, юридических и частных лиц, по состоянию на 1 августа исчисляется в 1 миллиард 389 миллионов 593 тысячи рублей. На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ опубликовали первую в России азбуку для потребителей. Учебник научит рационально использовать жилищные услуги и экономить на коммунальных платежах. Пособие содержит детальный разбор жилищного законодательства по таким вопросам, как состав общего имущества в многоквартирном доме, его содержание и текущий ремонт, проведение общего собрания собственников, предоставление коммунальных услуг и т.д. Азбука ЖКХ также издана тиражом 2000 экземпляров и будет направлена в адрес глав субъектов Российской Федерации и в общественной организации. Управляйка предъявляет нам поддельные протоколы общего собрания по ее переизбранию. Людей, расписавшихся на бумаге, в нашем доме нет. Куда жаловаться на такое самоуправство, поинтересовался Иван Димов. Его вопрос мы переадресовали юристу. Необходимо написать заявление в жилинспекцию города Благовещенска и предоставить эти поддельные, по мнению жителей, протоколы или решения и поставить вопрос о том, чтобы жилинспекция проверила данную управляющую организацию на подлинность и на правильность ее выбора. Это был наш последний материал на сегодня. Спасибо за внимание. Освежить память и прежние выпуски программы помогут социальные сети «Одноклассники» и «Фейсбук», а также сайты tv-город.ру и «Порт Амур». Загляните в раздел «ТВ-проекты». Предложить свою тему для сюжета можно по номерам 773-445 и 777-201. Коммунальных вам благ! Смотрите нас снова! Субтитры создавал DimaTorzok